Всем привет, с вами Майя По. Расскажем вам о событиях, которые происходили в нашем маленьком, но злобном политическом мире за последнюю неделю. Власти Латвии задумались о запрете русского языка в общественных местах. Да, по-русски говорить – это вам не гей-парады проводить, и не символик АСС разгуливать, что в Латвии наоборот приветствуется. И никакая это не дискриминация, вы не понимаете, это другое. Ну что ж, до свидания, или Ордиева, Максим Галкин. Не шутить тебе больше на русском, а русских перед русскими в Латвии. Самые популярные общественные места в Латвии – это туалеты. А там уж ладно, когда ты один в кабинке, тебе нацрать на все запреты. Впервые в истории Молдовы послом станет открытый представитель ЛГБТ. Как сказала премьер-министра Молдовы Наталья Гаврилица, знаю Виарелла Урсу и могу поручиться за его компетентность. Наверное, она очень счастлива, что смогла пристроить свою подружку. Кстати, интересно, о какой именно компетентности говорит Гаврилица? Решать важные вопросы задним числом. Теперь при виде Виарелла Урсу можно кричать то, что кричат футбольным арбитрам. И он не обидится. Ему это даже может понравиться. Но есть один просчет. Теперь его никак не смогут уволить. Ведь тогда Молдову назовут гомофобной страной. А это минус еще несколько кредитов. Десятки стран обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС. И призвали Россию выйти из этой зоны. Всех их пугает то, что украинские снаряды, стреляющие по российским войскам, могут повредить АЭС и спровоцировать Вторую Чернобыль. Вместе с тем попросить Украину не стрелять по АЭС, пока никто не догадался. А стоило бы, ведь от радиации джавелинами и байрактарами не отобьешься. Кстати, одной из стран, требующих выйти в Россию из зоны Запорожской АЭС, является Молдова с прописанным в ее конституции нейтралитетом. Интересно получается, что как войска вывести, так это они требуют. А как газовые платежи за месяц отстрочить, тут они уже просят. Вот что значит нейтралитет по-молдавски. Министерство здравоохранения Молдовы разослало по всем медицинским учреждениям приказ об экономии электричества, воды, газа и бензина в больницах. Не хотела бы я болеть в Молдове. Очень рациональное решение. Заставить экономить второстепенные объекты, чтобы первостепенные работали без перебоев. Я говорю про парламент, президентский дворец, правительство и филиалы фонда Сороса. А что больные? Ну так не болейте, делов-то. Все равно на больничные у Молдовы денег тоже нет. Кличко рассказал об угрозах офиса Зеленского лишить его гражданства Украины. Видимо, сегодня гражданство Украины могут иметь не все. Вернее, не только лишь все. Мало кто может это сделать. Я бы хотела посмотреть на того человека, который пойдет и попробует что-то забрать у чемпиона в супертяжелом весе Виталия Кличко. Интересно, после скольких раундов он сможет посмотреть в завтрашний день? Или может гражданство Кличко хотят отдать Борису Джонсону за заслуги перед Украиной? Там и менять в документах много не надо. Они в принципе и похожи умом. Национальный банк Румынии нанял на работу астролога. Представляю, как теперь будут вестись дела в банке. Мы не можем выдать вам кредит. Почему? Потому что сегодня Луна в третьей фазе. Или? У нас проблемы. Финансовая полиция хочет проверить нашу деятельность за последний месяц. Ну что сказать, эпичные козероги. Или это хитрый план Румынии. В нацбанк взяли астролога. В МИД возьмут сваху Розу Сибитову. Найдут место для Ларисы Гузеевой. И пойдут свататься к Молдове. А всем тем, кто будет против такого брака, будут отвечать. Пидарас. Пидарасина. Министр иностранных дел Литвы Габриэлис Ландсбергис назвал постыдным доклад правозащитной организации Amnesty International. Пипец, название новости, блин, длиннее, чем сама новость. В котором утверждается, что украинские силовики допускают вопиющее нарушение международного гуманитарного права. Так-так, а вот и литовскую логику подвезли. Это не военное преступление, если его совершили украинцы. А если вдруг русский только чихнет, то это уже применение бактериологического оружия. Если что, эти же литовцы не брезговали ссылаться на доклады этой организации в прошлом. Особенно, когда дело касалось российской оппозиции. А теперь Amnesty International для литовцев. Пятая колонна. Всем россиянам с раннего возраста вживляют специальные настройки для того, чтобы использовать людей как живую силу. Что за бред? Такое мог сказать только какой-то тролль. А, ну все правильно. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Причем сделал он это с очень умным выражением лица. Фантазии советника президента можно позавидовать. Чего только не рождалось в его голове, кроме умных мыслей. Эх, скорее бы сама Украина поняла, кто находится у них во власти и вернулась бы к заводским настройкам. Владимир Путин прокомментировал желание лидеров G7 раздеться на саммите. Главы Большой Семерки, которые уже неофициально называют США и ее шестерки, встречаются завидным постоянством. Последний раз на своих сборах они обсуждали очень важный глобальный вопрос. Демонстрацию грудных мышц и верховую езду с голым торсом Путина на коне. Была даже информация, что они хотели повторить данный перформанс. На что этот симпатичный мужчина, чье фото они обсуждали, дал довольно забавный комментарий. Я не знаю, как они хотели раздеться до пояса, либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище. Возможно, зрелище было бы не для слабонервных. Вы только представьте обнаженного Шульца, Макрона и Драги, которые всем своим видом показывают, с чем останется Запад, если так и будет вести антироссийскую политику. Брррр, а тут я представила старика Байдена, который перед ними всеми трясет своей... стариной. Майя, ну у нас еще следующие новости, ну... Республика Молдова выплатит более 15 миллионов леев за аудит за должности Молдова-ГАЗ. Доигрались. То есть, вместо того, чтобы решить проблему, где взять деньги, чтобы заплатить за газ, они создали еще одну. Где взять деньги на аудит за газ? Интересно, когда компания проведет аудит и выставит счет за услуги, Молдова тоже скажет, что дорого и нужно провести аудит по аудиту? Бесплатный совет. Как сэкономить Молдове 15 миллионов? Платить вы должны не столько, сколько насчитают аудиторы, а просто по контракту. Не благодарите. Арестович. Мир уже думает, что делать СРФ после поражения. Просить пощады? Мир не знает, что делать с заявлениями Арестовича. Каждый раз хоть стой, хоть падай. Думаю, после поражения Украины страны больше всего боятся, что Арестович попросит убежище именно у них. Кстати, это не единственный приближенный Зеленского, который лепит о победе. Например, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал пять шагов, которые помогут Украине победить в войне против России. Пять. Мне кажется, их сто. Сто шагов назад, тихо на пальцах. Лети, моя душа, не оставайся. Сто шагов назад. Украины больше нет. Но давайте я вам дам свои, более эффективные шаги в сложившейся ситуации. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. В Германии общественные здания будут отапливаться только до 19 градусов. Вот так мы и увидим, как упадет градус поддержки антироссийских санкций. Причем буквально. Главное, чтобы не пришлось для согрева людей, находящихся в помещении, закупать русскую водку, а то какие-то бессмысленные санкции получаются. Ну и получается, что в битву с Германией снова вступит генерал Мороз. Только уже на их территории. В Молдове из-за кризиса запретили возить дрова по ночам. А как тогда молодежь из пьяной вишни домой везти? Вот это я понимаю. Страна развивается. Люди уже вовсю готовятся топить дома шелухой и кизяками. Кизяк – это брикет из смеси коровьего навоза и соломы. Такие брикеты дают много жару, но еще больше запаха. Зато теперь все молдаване почувствуют, как на самом деле пахнет европейское будущее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует большей локализации на мото-велозаводе. Недавно Александр Григорьевич посетил с проверкой завод, на котором производятся мотоциклы «Минск». И остался, мягко говоря, недоволен тем, что увидел. Хорошо, что тут свое? Своё – дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей. Значит, ничего своего. Получается, на заводе в Белоруссии производят не только мотоциклы «Минск», а мотоциклы «Пекин». Лукашенко настолько харизматичный оратор, что даже если бы он эту речь сказал на китайском заводе, они бы его послушали и начали комплектовать свои мотоциклы белорусскими деталями. Александр Григорьевич и его мощные требования напомнили мне героя популярного фильма. Где нужна твоя белорусская одежда, белорусские ботинки, белорусский мотоцикл? Да, белорусские мотоциклы – это, конечно, не белорусские креветки. Сложно будет выполнить задачу, но, надеюсь, у них всё получится.